приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы предлагаем вашему вниманию обзор пресса нашего производства полностью наша разработка и полностью наше производство причем продукт уникальные такого продукта на сегодняшний день для домашних условий на рынке нету есть такие пресса для сыра для больших предприятий они гидравлические у нас пресс электромеханические я сейчас о нем более подробно расскажу этот проект также полностью открытый на нашем сайте вы найдете ссылки на чертежи всей металлической части ссылки на запчасти мы здесь используем мотор виду редуктор шаговый червячную передачу который развивает давление 750 ньютон то есть 75 килограмм но мы его ограничили до 40 килограмм и на нашем прессе можно работать с давлениями ну вернее с весами 35 40 килограмм максимум в то же время можно и обеспечить вес прессование весом пол килограмма или один килограмм 1 и 2 килограмма то есть с точностью до 100 грамм вся эта система работает управляется эта конструкция контроллером стм вся плата это полностью наша разработка визуализацию обеспечивает двухстрочный экран показатели веса снимает тензадатчик управляется все тремя кнопками друзья сам контроллер не является открытым проектом объясню в двух словах почему уже появились предприниматели которые делают но допустим предприниматели сделали сыроварню по нашим чертежам по нашему проекту использовали все детали на ссылки на которые я давал немножко неправильно сделали нам решили как бы то есть но неправильно реализовали не разобрались схеме неправильно реализовали мы решили позвонить узнать и поставили очень низкие цены кстати мы решили позвонить узнать в чем суть почему такая низкая цена просто как покупатели лариса позвонила начала задавать вопросы а потом в какой-то момент спросила вот у вас сыроварни похожие на даниила и тут понеслось лариса услышала что даниил шарлатан что даниил скопировал сыроварни у них и так далее и тому подобное но в общем и целом контроллер вот этот вот полностью весь блоки чуть позже расскажу для тех кто хочет самостоятельно сделать пресс сможет сделать самостоятельно всю металлическую часть купить мотор а контроллер который состоит из непосредственно контроллера экрана для бизуализации ттн задатчика и кнопок управления можно купить в готовом виде прошивка не является открытым проектом то есть прошивка защищена прошивку мы не продаем продаем только сам контроллер вот в таком вот виде в сборе итак друзья в описании ролика ссылочки на сайт на котором в первую очередь зайдя в раздел открытые проекты вы можете скачать себе чертежи всей металлической части также можете найти ссылки на мотор там на корпус на блок питания на все это ссылки будут и три варианта продажи у нас будет то есть при сборе вот таком вот виде как вы его видите как я его сейчас вам буду представлять второй вариант это сама железяка если вы в состоянии разработать сами контроллеры вы можно сделать и на урдуине на самом деле ничего сложного нету мы просто защитили свою прошивку а прошивку создать может любой любой разработчик это ни для кого не сер не секрет то есть можно купить готовый пресс сборе готовый к работе можно купить отдельно контроллер можно купить отдельно железо мотор отдельно не продается ссылочка на алиэкспресс если вы конструируете и собираете пресс сами то у вас будет готовая ссылка там где я покупаю моторы и собственно говоря там где уже проверенный продавец с этим разобрались теперь давайте о в начале наверное что здесь можно делать а потом покажу как это можно делать пресс рассчитан для домашнего использования и также для небольших производств я специально взял 5 килограммовую форму кстати друзья обратите внимание у нас вот профессиональные про формы они тоже продаются у нас на сайте есть два обзора всех этих форм и также в описании ролика будет ссылочка если хотите можете купить к прессу докупить профессиональных форм чем их отличие от китайских они толстостенные из пищевого капрона толщиной 5-6 миллиметров выполненные и в них можно прессовать большим давлением если вам на прессовать сыры ну допустим там канталь который надо прессовать давлением 25-30 килограмм то китайские формы этого не выдерживают эти формы выдерживает значит что здесь можно можно ставить две 5 килограммовые формы одна на другую вот это вот траверса она переставляется на вот таких вот фиксаторах и вы можете сейчас мне в отверстие попасть и вы можете пресс на любую высоту выставлять вот таким вот образом то есть ну вот так вот можно поставить две 5 килограммовые формы то есть всего на 10 килограмм сыра также можно ставить допустим есть вот такие вот формы от baby гауды которые ставятся одна на одну там где поршень вставляется в нижнюю часть то есть такие формы тоже можно ставить пирамидкой но переставив вот эту штуку сейчас я переставлю вниз можно использовать и самые маленькие бытовые домашние формы причем вот что хорошо что мы совершенно спокойно обеспечиваем давление пресса от 500 грамм то есть с очень маленькими давлениями можно работать совершенно любые сыры делать вот таким вот образом как это работает у вас есть вот такой вот контроллер которому подключается два провода и чуть позже тоже расскажу как один провод идет к мотору второй провод идет к датчику давления по сути ваша задача включить кнопку включения тут написано ставьте продукты нажмите старт ставите какой-то продукт нажимаете старт выбираете вес допустим я сейчас выберу один килограмм у меня стояло 15 килограмм я еще некоторые тесты проводил один килограмм нажимаете старт пошло прессование сейчас обеспечится давление один килограмм и она будет поддерживаться это давление то есть когда сыр будет проседать вот сейчас не могу этого обеспечить пресс это будет чувствовать вы чуть позже увидите в живую сыром в этом же видео наверное сыров 5 мы делали и снимали как это работает пресс вернее сыр будет проседать давление будет ослабевать и пресс будет его поддавливать на экране вы видите каким весом у вас прессуется и видите таймер то есть таймер после каждого запуска пресса у вас включается и вы смотрите сыр прессуется там один час 15 минут вы вам не надо засекать на часах вы подошли посмотрели сколько он прессуется когда он надо сыр перевернуть вы нажимаете длинное нажатие на кнопочку и пресс сдвигается вы переворачиваете сыр меняете давление если давление нужно поменять если не нужно поменять не меняете и опять опять нажмите старт опять выставите давление и опять прессуете свой сыр вот такая вот конструкция которая не требует там никаких дополнительных весов ни контроля не зачем мы недавно прессовали канталь вы тоже увидите в этом видео прессуется он 48 часов мы его прессовали по моему 23 или 24 килограмма весом двое суток пресс простоял продавил с адекватным давлением все было как бы ну просто идеально штука классная хоть она конечно получилось и не дешевая теперь давайте расскажу из чего это сделано сам корпус пресса выполнен из обычной стали то есть не из нержавейки из обычной стали то с толщиной три с половиной миллиметра и покрашен он пара порошковой ударопрочной покраской что полностью исключает всякие ржавения и всякие ну потому что мы пробовали его просчитать и сделать из нержавейки он получается стоит как крыло от боинга из нержавейки потому что нужно достаточно толстая большие нагрузки чтобы вот этот раверса не выгибалась вот поэтому он выполнен из металла покрашены порошковой краской серого цвета чуть чуть позже покажу покрытие нижняя поверхность и поршень пресса выполнены из пищевой не магнитной 304 нержавейки помимо этого сама это нижняя поверхность она закруглена но если вы ставите форму то понятно что по этой поверхности будет течь все на стол поэтому вот такая вот гастро емкость высотой 10 миллиметров она не входит в комплект просто я рассказываю что она подходит гастро емкость 1 2 высотой 10 миллиметров вот сюда вот становится для того чтобы вы смогли рассчитать подойдет ли под ваши формы расстояние между стойками пресса 300 миллиметров то есть 30 сантиметров мотор собственно говоря выполнена но вот этого часть из алюминия выполнена но главное то что у нас может контактировать сыром выполнена из пищевой нержавейки когда вы получаете приз вот вы его заказали и вы его получите вы его получите в разобранном виде сейчас покажу здесь будут вот эти вот части крестовины опорной снятый и вот эта вся панель которая крепится к тем задатчику она будет снята это сделано для удобства упаковки мы предусмотрели весь крепеж конечно же у вас будет в комплекте теперь немножко давайте познакомимся с этой штукой тут все очень просто кнопка выключения кнопка включения написано что пресс-версия 2.0 ставьте продукт и нажмите старт первый раз вы нажимаете старт и вам надо выбрать давление кнопкой вверх что логично вы увеличите давление кнопкой вниз вы уменьшаете давление допустим одни один и четыре килограмма нажимаете старт и у вас начинается прессование при этом индикатор показывает время которое у вас это прессование продлится первый раз когда вы получаете пресс он требует настройки после того как вы прикрутили эту платформу достает задатчик вам надо запастись каким-нибудь весом равным одному килограмму например пачкой соли для того чтобы осуществить калибровку пресса зажимаем кнопку старт и включаем питание снимите весь вес и нажмите старт далее для калибровки установите точный вес один килограмм помещаем на платформу вес один килограмм нажимаем кнопочку старт и пресс готов к работе после этого мы можем ставить сыр и прессовать его когда нам надо закончить прессование длинное нажатие на кнопочку старт или сет а теперь посмотрите несколько коротких видео с испытаний в которых мы испытывали пресс и показывали как он работает в реальных живых условиях и так друзья после того как мы произвели калибровку пресса производим ее один раз и навсегда у нас на экране горит надпись ставьте продукт и нажмите старт я специально отрегулировал высоту пресса так чтобы поставить две формы и показать как как это все прессуется вот таким вот образом пирамидочкой короткое нажатие на кнопочку старт а приводит к тарированию системы теперь мы должны выставить вес у меня здесь по умолчанию стоит один килограмм я сейчас прессую брынзу и первое прессование буду делать весом 1 килограмм если нам надо увеличить вес то кнопками вверх или вниз мы меняем вес и нажимаем старт начинается прессование теперь важно чтобы пресс был по центру сразу же включается таймер таймер нам показывает какое время у нас будет происходить прессование и соответственно индикатор давления показывает давление как только давление будет падать уже только что немножко сработал сейчас я попробую микрофончик этот момент словить как только сыр проседает и давление падает меньше чем один килограмм пресс подвигается там на десятые доли миллиметра и увеличивает давление так чтобы она опять вот он того что сработал так чтобы она опять остановилась один килограмм так все время прессования будет происходить если нам надо прервать прессование то мы просто длинное нажатие на кнопочку старт и пресс у нас сдвигается мы можем перевернуть сыр здесь есть определенная пауза после в движения пресса должно пройти время и как бы система рассчитана на то что мы сыр переворачиваем поэтому нам надо снять весов и опять у нас надпись ставьте продукт и нажмите старт так как я буду прессовать тем же весом чуть позже я вам покажу большими весами на твердом сыре давление 1 килограмм старт и начинается прессование нужное давление достигнуто и теперь по таймеру смотрим допустим в данном случае мне этот сыр надо прессовать в течение часа весом килограмм после этого я вам покажу переворот и установлю вес 2 килограмма здесь мы просто оставляем все тут надпись горит прессинг как видите и таймер прошел час и нам надо перевернуть сыр форме длинное нажатие на кнопочку старт и происходит двигание пресса переворачиваем наш срок следующее давление у нас будет 2 килограмма сейчас я покажу перевернув сыр и покажу как это все происходит опять таки система готова к работе светится надпись ставьте продукт и нажмите старт помещаем продукт под пресс нажимаем старт для тарирования меняем вес на 2 килограмма и нажимаем старт началось прессование точно так же сыр будет прессоваться весом 2 килограмма 3 килограмма то есть любым любым весом который вы установите как только сыр немножко проседает пресс сразу же его додавливает чтобы восстановить давление помещаем продукт под пресс нажимаем кнопочку старт кнопками устанавливаем нужный нужный вес у меня здесь и было установлено 2 килограмма и нажимаем старт пресс поддавливает сыр весом 2 килограмма после того как вес достигнут сыр будет проседать и пресс постоянно будет его поддавливать нужным весом максимальное давление которое может развить пресс 35 килограмм сейчас я вам покажу мы будем прессовать российский сыр это третье прессование у нас вес 8 килограмм как обычно на дисплее горит ставьте продукт нажмите старт нажимаем старт выбираю вес 8 килограмм центрую и начинаем прессование вся прелесть в том что дальше весь процесс проходит совершенно автоматически все с запрессован весом 8 килограмм и как только давление будет падать то есть сыр будет проседать пресс будет его опять же таки автоматически подпрессовывать когда мы хотим вот я сейчас допустим когда мы хотим перевернуть сыр длинное нажатие на кнопочку старт и спокойно себе работаем с сыром прессование сыра канталь весом 9 килограмм включаем пресс началось прессование и такая же ситуация сыр проседает он здесь видно без сыр проседает и пресс добавляет веса далее мы будем прессовать еще раз этот же сыр весом 25 килограмм я вам покажу как это работает прессование большими весами сейчас мы прессуем сыр канталь весом 18 килограмм то есть достаточно большим весом хочу вам показать как ведет себя пресс с большими весами обязательно чтобы была правильная центровочка вес у меня уже выставлен 18 килограмм начинаем прессование слышите как пресс поддавливает давление падает и он сразу же небольшой ход моторщика и он поддавливает до нужного веса и так может происходить бесконечно в данном случае у нас сыр будет прессоваться 48 часов переворачиваем ее и еще на сутки под такой же вес 23 25 килограмм через сутки стоп я бы за этой штуки прессую через сутки продолжим работать с нашим канталем манталем как видите пресс идеально подходит и для мягких и для более таких плотных сыров с огромным весом прессования то есть она одинаково хорошо справляется и с раме там где минимальный вес прессования и с раме там где вес прессования большой в двух словах расскажу о наборе для самостоятельной сборки в каком виде вы получите если вы купите электронику для самостоятельной сборки если вы сделали железяку самостоятельно и хотите купить контроллер если у вас нет возможности его разработать то вы получите тензо датчик двухстрочный экран точно такой же как вы видели подключенные три кнопки две из них это плюс минус тут на плате подписано минус плюс старт то есть плюс минус они одинаковые они устанавливаются вертикально так что было логично плюс минус а старт устанавливается между ними сюда подключается питание 12 вольт тоже все подписано сюда подключается мотор пресса с обратной стороны плата выглядит вот таким вот образом с ее сердцем контроллером стм итак друзья приглашаем вас посетить наш сайт craft store ссылочки в описании ролика еще раз повторюсь пресс продается в трех видах как бы полностью весь пресс в сборе готовы к использованию просто набор железа включая вот эту вот пластину для поршня включая вот эту вот штучку то есть просто набор железа и третий вариант это набор для сборки плата контролера с тензо датчиком с экраном и с кнопками если железо сделали сами а как бы электронику хотите купить помимо этого на сайте в разделе открытые проекты все чертежи все ссылки можете найти то есть там много на самом деле открытых проектов если будет интересно можете посетить и остальные друзья по поводу отправки отправка по украине и по всему миру то есть мы отправляем абсолютно в любую страну мира в америку в канаду в австралию в израиль в россию абсолютно в любую верхнем левом углу сайта для вашего удобства есть переключатель валют то есть вы можете посмотреть цену в гривнах в рублях и в долларах сша для того чтобы понимать стоимость и перевести ее и ее в свою валюту ну и немножко о планах теперь у меня освободилось долго я работал над этим прессом реально вся работа заняла у меня почти пять месяцев пока он дошел до того вида в котором его видите вы далее у меня в планах сейчас мы уже запустили в работу и делаем сыроварни на 30 литров смешалкой то есть теперь у нас будет 12 литров 22 литра 32 литра и 42 литра вот такой вот модельный ряд и активизирую работу над термокамерой над универсальной термокамерой для приготовления колбасы все это будет комплектоваться уже тоже контроллерами на базе микропроцессоров то есть термокамера будет не на блоках из контроллеров а будет иметь один единый мозг в общем там очень интересная штука термокамера тоже будет открытый проект все полностью железо я выложу в открытый доступ за исключением только ее мозга все запчасти которые использовал все чертежи в общем друзья оставайтесь с нами я думаю что будет интересно спасибо за внимание и конечно мы готовим для вас сыр и колбаса и вкусный домашний алкоголь всего доброго пока